Добрый день, дорогие друзья! Сейчас слышно, хорошо? Я расскажу сегодня о основных мифах, которые ходят вокруг здорового питания и различных диет. Во-первых, самый основной состоит в том, что когда-то был золотой век. Трава была зеленее, фрукты и овощи были органичнее, люди были здоровее. А вот сейчас в наш век совершенно неправильных темпов, скучности населения и покупных продуктов, которые неизвестно кто, неизвестно как выращивал, у нас очень нездоровое питание. И именно поэтому сейчас нам требуется обязательно нечто в дополнение, нечто извне. И это должно быть обязательно дорого, хорошо упаковано и при этом произведено в каких-то уникальных условиях. Собственно, для того, чтобы понять, что такое здоровое питание, сначала что такое здоровье? Это тогда, когда есть не только физические, но и душевное и социальное благополучие. То есть это не только отсутствие болезней и физических дефектов. И когда человек постоянно думает о том, а сколько я сегодня съел калорий, а почему я съел вот эти несовместимые продукты, а как же я позволил себе съесть нечто вредное и не съел нечто полезное, то это состояние болезненное, оно называется арторексией, и, соответственно, оно должно лечиться так же, как и другие серьезные недуги у специалиста. Собственно, почему питанию следует уделять большое внимание? Потому что по данным Всемирной организации здравоохранения, которая вывела это, исходя из эпидемиологических различных данных, на образ жизни, в который включается питание, приходится большая часть ответственности за наше здоровье. При этом, собственно, генетика, биология человека составляет 17 до 22%, внешняя среда — 17-20%, и состояние нашего здравоохранения, о котором мы печемся в последнее время, к которому я имею непосредственное отношение, оно в целом вносит от 8 до 10%. И, соответственно, если образ жизни человек ведет неправильный, то волшебных таблеток, которые смогут это скомпенсировать, их невозможно изобрести в принципе. То есть это просто невозможно. Другой разговор, что при каких-то заболеваниях мы должны вносить ограничения в наше питание, и этим тоже нужно заниматься по советам специалистов, а не по советам знакомых, каких-то интересных гуру из интернета, потому что эта ситуация требует такого же научного подхода, как и все остальные. По поводу полноценности продуктов, которые есть сейчас. Собственно, на сегодняшний день у нас с конца XX века появилась уникальная возможность питаться полноценно, то есть получать все необходимые продукты, всех групп в достаточном количестве, с достаточным содержанием полезных веществ. Проблема теперь в том, что мы стали есть слишком много. И, собственно, какие бы полезные продукты мы ни ели, если мы едим их слишком много, то они приносят, соответственно, вред. То есть сейчас именно вопрос в том, что даже в странах третьего мира уже сейчас значительно меньше человек голодает. Если вы обратите внимание, то здесь, собственно... Простите. Это у нас тоже Всемирная организация здравоохранения публикует такие данные. То есть это именно калорийность питания и свыше 3000 килокалорий в день. А это, собственно, процент тех, кто голодал. Совсем голодающих сейчас уже гораздо меньше. А у тех, у кого есть небольшой дефицит, тоже становится меньше с каждым годом. И именно это сейчас несет основные риски. то, что нам становится некогда готовить еду, потому что у нас есть те, кто за нас уже приготовил, потому что у нас очень доступна еда. Мы можем не бегать за мамонтом, мы можем не пахать землю, вставая в 4 утра для того, чтобы что-нибудь потом получить. Нам достаточно вызвать доставку. И это глобально по всему миру. Биологически активные добавки к пище — это как раз то, что должно было бы скомпенсировать недостаточность нашей еды, неспелость фруктов в магазине, возможно, на неправильной траве выращенных животных, как утверждают производители многих вещей, и то, что должно помочь при всяких болезнях. Так вот, собственно, при болезнях биологически активные добавки к пище не должны помогать в большинстве болезней, потому что их на это никто не проверяет. То есть проверка должна доказывать, что если есть существенная группа людей, которая получала в данных условиях данное вещество или смесь веществ, и есть группа, которая его не получала, но думала, что получала. Это, собственно, нивелирует эффекты разочарования того, что вас не лечат, и должна быть существенная разница. Так вот, никакими регламентами никаких стран биологически активные добавки на это не проверяют. Соответственно, нет жестких критериев состава. И когда утверждается, что там есть вот столько-то, 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 совершенно никто не контролирует эти соответствия. Там может быть от 30 до 400% указанного вещества. И очень часто имеются незадекларированные и запрещенные вещества. То есть если кто-то принимал, получал какой-то феноменальный эффект, это может быть и как похудание, так и повышение настроения, какое-то изменение, уменьшение отеков, то спортсмены очень хотят, чтобы у них наросла масса. И если этот эффект наблюдается и значим, то очень подозрительно на содержание незадекларированных веществ. И внизу проведена ссылка, на которую можно посмотреть. Там на 850 наиболее распространенных в США биологически активных добавок. Собственно, что там находилось, в каких данная организация, это все проверю. И я могу сказать, что, то есть, собственно, если помимо неких экстрактов трав и некоторых, возможно, химически синтезировавших феноминов есть еще и психотропные вещества, мочегонные и слабительные, то, скорее всего, человеку помогли не травы. И навредили тоже не они. Кроме того, у нас в связи с тотальным увлечением биологически активными добавками у нас растет статистика лекарственных повреждений, в том числе лекарственных поражений печени. В частности, у меня есть пациентка, который мы, к счастью, для нее смогли вовремя помочь на праве трансплантологов и пересадив печень. Молодая женщина хотела похудеть, принимала биологически активные добавки. И просто она не думала, что их, сочетая с другими препаратами, которые она принимала, в частности с оральным контрацептивом, могут быть вообще какие-то проблемы. В результате она находилась у нас между отделением реанимации на протяжении четырех недель, после чего получила донорскую печень и похудела в конечном итоге. Но я бы не хотела, чтобы таким путем шли. В настоящее время биологически активные добавки в США выходят на третий уровень, на третье место по лекарственным поражениям. То есть именно и то же самое, они выходят на то же второе и третье место в странах Юго-Восточной Азии. Потому что у нас же есть популярное увлечение, что тысячелетняя китайская медицина, все еще хорошо слышно, мне кажется, что я от микрофона. Да, мне кажется, что плохо слышно. Что традиционные китайские медицины, традиционная аюрведа, они, соответственно, и натуральные травы привезенные, которые не растут у нас в городских условиях между автомобилями, а те, которые собраны на утренней заре под росой, они обязательно помогут. Так вот, у китайцев, корейцев, индусов очень большой процент лекарственных повреждений вплоть до, соответственно, в 11% случаев это летальный исход именно на прием их традиционных препаратов жителями их стран. Потому что они там тоже широко распространены, лечение традиционной медицины достаточно дорого, поэтому многие обращаются к традиционным методам. А наша природа не создавала для нас специальные травки, чтобы нас вылечить. Собственно, растения и животные, к которым относится человек, на протяжении очень длительного времени пытались обмануть друг друга. То есть растения пытались сделать так, чтобы их не ели, а животные пытались сделать так, чтобы когда они едят растения, ничего за это не было. По этой причине, соответственно, у нас очень многие сильнейшие яды имеют растительное происхождение, либо они содержатся в продуктах, также естественных, например, в грибах. То есть у нас, собственно, протоксин бледней поганки, нет никакого средства спасения абсолютно. А человек наращивал систему детоксикации вместе с другими животными, которые выжили в этих условиях, вместе со своими предшественниками и получил, соответственно, такие прекрасные системы, как система цитохрома П в печени, система детоксикации почек. И в результате нельзя сказать, что природа специально для нас вырастила лекарство такой целью не стояло. По поводу витаминов, которые начали вот эту всю компанию, собственно, нужно определиться с терминами. То есть, во-первых, это органическое вещество, то есть есть масса веществ, которые также необходимы в питании, которые мы можем получить только с пищей, но они неорганические. Это минералы, например, йод, натрий, калий. Они абсолютно необходимы. Для нормальной жизнедеятельности... Ничего не изменилось. Для нормальной жизнедеятельности, то есть без них нормальной жизнедеятельности не происходит. И при дефиците этих веществ будет характерная клиническая картина. То есть у нас, по-моему, нет людей, которые не слышали о ЦНГ, которая косила людей, отправлявшихся в длительные морские путешествия, или тех, которые находились в тюремных условиях, их не то чтобы хорошо кормили, или тех, которые просто возникали в тяжелые голодные годы. Но при дефиците любого витамина будет достаточно характерный набор симптомов. И они требуются в минимальных количествах. Если эти количества не определены, если неизвестно, сколько нам этого надо, то даже если вещество органическое, необходимо, хорошее, оно просто не будет называться витамином. И важно, чтобы организм не мог его самостоятельно синтезировать. Например, витамин В12 не может синтезировать ни человек, ни растения. Его могут синтезировать исключительно бактерии, которые могут жить в каком-то животном. И дальше он депонируется в тканях этого животного. Поэтому извлекать В12 можем только из животной пищи. Витамин В12 образуется нашими собственными бактериями, к счастью для нас. Но, к сожалению, ниже того участка кишечника, в котором происходит всасывание. Поэтому такой вариант нам не подходит. В отличие от, например, коров, которые прекрасно используют синтез собственными бактериями данного витамина. То же самое есть животные, которые могут синтезировать аскорбиновую кислоту. Мы не можем. Поэтому нам ее надо получать с растительной пищей. Поэтому мы не можем жить только на животных. И, собственно, витаминов не так много. Есть жирорастворимые, есть водорастворимые. И в связи с тем, что долгое время люди не могли получать полноценное питание в силу частых эпизодов голода, лишений, блокад, соответственно, пошло дальше увлечение, что витамины, если их принимать постоянно, то они повышают жизненные силы организма, помогают не заболеть различными заболеваниями. И, собственно, одним из проповедников данного направления был Лайнес Поллинг, дважды Нобелевский лауреат. Но Нобелевский премиум получил не за медицинские исследования и не за исследование действия витаминов, прежде всего аскорбиновой кислоты, а, собственно, за исследование природо-химической связи он был химиком, он был гениальным химиком и сделал замечательное открытие в этой области, а также за Нобелевскую премию мира, потому что он активно пропагандировал отказ от атомного оружия. Но самому человеку не повезло. В 40-летнем возрасте его диагностировали болезнь, который тогда называли Брайт, сейчас трудно сказать, какой именно это был нефрит, но это было поражение почек, и при этом нефрите рекомендуют серьезные диетические ограничения. Помимо исключения соли, красного мяса и алкоголя, там были исключения других продуктов, которые просто, к сожалению, конкретная диета Лайнеса Поллинга, что именно он еще не употреблял в пищу, у меня нет. Но врачей просто тогда у нас не было существенных возможностей эти ограничения обойти. И в возрасте 65 лет он познакомился с терапрактиком, который, точнее, он высказал такую тему, что вот ему 65, и вот если бы он прожил еще лет 25, он бы увидел практически все достижения науки, потому что самое интересное сейчас только начинается. И ему написали о том, что если он начнет принимать аскорбиновую кислоту в дозе 3 грамма в сутки, а рекомендованные дозы до этого времени были 0,2 грамма в сутки, то тогда он проживет и 25 лет, и дольше. Он попробовал, он экспериментировал, почувствовал себя лучше и дальше попал в типичную ошибку. Мышление мне помогло, значит, работает. И очень увлекся этой идеей, стал продвигать ее всячески, поскольку доказательств, личный опыт и личное мнение критически воспринимались научным сообществом, даже тем журналом, вредколлегию которого он входил за свои достижения, то основным методом продвижения своих идей и агитации Полинг выбрал средства массовой информации, и он написал книгу в 1970 году сначала, которая говорила, как необходим этот витамин человечеству, и дальше у него вышли сначала книга «Витамин С» и «Банальная простуда», где он говорил, что если принимать витамин С регулярно, то простужаться вы не будете. Потом к этому добавилась уверенность в том, что высокие дозы витамина С, 10-18 грамм в сутки, они защитят от рака, и если прожив очень долгую жизнь, тем не менее в 1981 году его супруга в возрасте 77 лет умирает от рака желудка, а сам Лайнус Полинг умирает от рака простаты в 1993 году в 1994 году. Опять же, это ничего не доказывает. Один человек — это не куча, это не статистика. А, собственно, что значит, что что-то доказывает? Вот это вот пирамида доказательств. И я бы хотела обратить внимание, что для того, чтобы утверждать, мы должны находиться в желто-зеленой зоне. То есть сначала, когда у любого ученого возникает какая-то идея, он эту идею может написать в качестве письма, например, в научный журнал. Он может описать случай, что вот этому человеку мы применяли такой-то метод или такой-то способ лечения, и ему помогло. Если кто-то заинтересуется, то выделятся деньги, и будут произведены исследования на животных или в пробирке. Если эти исследования покажут какую-то значимую разницу, то тогда начнутся исследования уже на людях, которые будут сравнивать, предположим, какая-то группа принимала, и как она себя стала чувствовать, лучше или хуже. Дальше появляются исследования в случае контроль, рандомизирование, контролируемые исследования. Рандомизирование — это когда не случайно человек попадает в ту или иную группу, то есть, собственно, до последнего ни сам исследователь, ни тот, кто участвует в этом исследовании, не знает. В результате получает он то, что тестируется, лекарство, либо пустышку. И дальше метаанализы — это возможность статистически обработать результат многих таких исследований. Соответственно, на каждом уровне повышается уровень доказательств. А экспертные мнения конкретного человека, какие-то личные истории, они не считаются, в принципе, научными. К сожалению, в диетологии в идеальном случае было бы так. Родились тысячи младенцев, половину, допустим, стали кормить сбалансированной диетой с фруктами, овощами, то, что мы называем здоровым питанием, а другую только, например, куриными ножками и стейками, и через 20 лет посмотрели. Но по этическим соображениям такие исследования проводиться не могут. Поэтому в диетологии наибольшую ценность имеют метаанализы, но в основном доказательной базой являются наблюдательные исследования на больших группах людей, когда людей спрашивают, а, собственно, какая у вас обычная диета? И через несколько лет смотрят, сколько людей заболели, какими заболеваниями, умерли, не умерли, и пытаются потом статистически найти связь между тем, что люди и в каких количествах употребляли, и вот такими исходами. Самую большую ценность в этом случае имеют те исследования, которые продолжаются достаточно долго и которые оценивают не ретроспективно, а давайте посмотрим, кто-то говорил, что он когда-то 20 лет назад что-то съел, что с ним случилось, а те, которые заранее говорят, вот эта группа, например, веганов, вот эта группа мясоедов, вот эта группа употребляет такие-то, ведет пищевые дневники, и что с ними будет. И, собственно, когда стали проводить именно такие научные исследования, то последний результат именно метаанализа группы Кокрейна показали, что нет никакого эффекта на заболеваемость простудой, регулярный прием просто свыше 0,2 грамм в день, это суточная норма, что продолжительность симптомов простуды, по словам людей, которые они принимали, она снизилась незначительно, а если начинаете принимать после того, как человек почувствовал эти симптомы, не профилактически, а уже как бы лечебные дозы, то тоже это не влияет ни на продолжительность, ни на тяжесть симптомов. Однако есть группа пациентов, здесь исследовались спортсмены, которые переживают тяжелые физические нагрузки в условиях переохлаждения, марафонцы, лыжники. И при коротких периодах экстремальных нагрузок и физического стресса в приеме витамина С снизил риск простуды. То есть единственное, для кого это оправдано, это люди с тяжелыми физическими нагрузками в условиях переохлаждения. Антиоксиданты — это был следующий этап после витамина С. То есть, собственно, Поллинг считал, что если помимо витамина С принимать еще витамин А, витамин Е и бета-каротин, то все, мы победим все болезни, которые бывают на свете, включая психические. Однако метаанализы показали, что они не предотвращают рак, сердечные заболевания и смерть. В принципе, вообще была очень распространена и популярна теория оксидативного стресса, которая говорила, что все наши беды от того, что при любом воспалении, инфекциях, онкологических процессах, аутоиммунных заболеваниях у нас в организме образуется очень много радикалов, в частности, кислород-радикалов, которые образуют, например, при распаде перикисия. И от этого повреждаются мембраны клеток, как внешние мембраны, так и мембраны митохондрии. И вот это вызывает некроз и апоптос клеток, и в этом вся беда. Поэтому если мы что-то будем принимать, то, что будет этим процессом мешать, те же антиоксиданты, то мы предотвратим все вот эти нежелательные последствия. И, соответственно, жирорастворимые витамины А, Е и предшественник витамина А, бета-каротин, так же, как и аскорбиновая кислота, относятся к антиоксидантам. Однако прием бета-каротина витамина А и витамина Е в составе комплексных добавок увеличили риск общей смертности. Вот эти вот странные цифры 1,03 – это значит, что риск события общей смертности был выше на 3% по сравнению с контрольной группой, которая принимала плацебо. А для витамина А – на 4%. То есть этот относительный риск вообще не очень большой. То есть это ни в 2 раза, ни в 4. Но все-таки увеличил, потому что наша жизнь настолько сложна, что не только от пищи мы зависим. И если пересчитать на те исследования, в которых была сильная доказательная база, то вот этот нижний замечательный индекс означает, сколько людей должны подвергаться воздействию, чтобы получить изучаемый эффект. Изучаемый эффект – это смерть. Соответственно, из 46 людей, принимающих антиоксиданты, от этого умрет один. Соответственно, 45 делаются отсутствием эффекта, либо на них большее влияние оказывают другие причины. И что обидно, то есть точно так же пытались решить вопрос, что спортсмены нуждаются в большем, более усиленном питании. Так вот, выяснилось, что они предотвращают положительный эффект физических упражнений. Положительный эффект физических упражнений на продолжительность жизни и на снижение заболеваемости был доказан в очень многих исследованиях. Но если они принимали антиоксиданты, то упражнения влияли хуже. Сейчас отошли от идеи, что всем нужно принимать витамины. Вспомните Покровские ворота там. Это не я популярна, а витаминизация, говорила героиня, которая за этим, собственно, и познакомилась со своим будущим супругом. Сейчас очень активно продвигается идея, что витамин D абсолютно жизненно необходим в виде биологических добавок, в виде добавок к пище. Основной источник витамина D — это солнечное излучение, и тогда он образуется у нас в коже. Чем темнее кожа, тем меньше этот эффект. Соответственно, у афроамериканцев с наиболее темным оттенком кожи — это наименее эффективно. Если, например, они бы попали вдруг в условия крайнего севера или крайнего юга, то им было бы сложно, потому что, во-первых, там ходишь в основном одетый, а во-вторых, та часть, которая не одета, она с темной кожей. Во-вторых, содержится в пищевых продуктах. В основном это рыба, рыбий жир, но и в других животных продуктах — это желтки, сыр, кокосовое молоко и говяжья печень. Собственно, там просто в печени он откладывается. Это место не только говяжий, просто в говядине его чуть-чуть больше, а у других млекопитающих чуть меньше, у человека тоже чуть меньше, но мы каннибализм сейчас не рассматриваем. И, собственно, было показано, что граница нормы — это 20-30 нанограмм на миллилитр. Я встречала или рекомендации о том, что его нужно принимать в дозе 800 нанограмм на миллилитр. Зачем-то. При этом уровень свыше 50 нанограмм на миллилитр ассоциируется с потенциальными побочными эффектами, в том числе увеличивает риск инсульта. Исследования у нас, насколько не было, я не встретила крупного исследования, которое показывает, насколько в нашей популяции, в России дефицит витамина D распространен в принципе. То есть у какого процента населения ниже вот этой нижней границы нормы находится уровень, там уже не витамин D, а его метаболит после гидроксилирования, который определяется в сыворотке. Витамин D у Ашта, соответственно. Но что касается Соединенных Штатов, то было показано, что 97% населения Соединенных Штатов, как бы они ни питались и где бы ни жили, они не испытывают дефицита данного витамина. Хотя это тоже страна со схожим широтностью, и там не все живут у океана, не все питаются рыбой. Безусловно, витамин D требуется определенным группам. Так вот, эти группы, дети до 3 лет, вне зависимости от характера их питания, искусственное или естественное грудное скармливание, и они все нуждаются в профилактическом назначении витамина D. А для взрослых это не так. И если человек предполагает, что у него есть дефицит, то нужно просто сдать анализ крови на эту концентрацию. Но, собственно, с чего бы вдруг это случилось? Это тогда, если мы не потребляем те продукты одновременно и практически не бываем на солнце. То есть, допустим, человек лежит все время дома по каким-то причинам. Там длительная болезнь, переломы, лежачие больные. И при этом не могут получить с продуктами. При аллергии на молоко, лактазной недостаточности, тут, соответственно, тоже молоко не употребляется, веганы, эовы, вегетарианцы. И также при тех заболеваниях, при которых не усваиваются не только витамин D, но и жиры в целом. Потому что жирорастворимые витамины, они у нас усваиваются вместе с жиром. Нет жира, нет жирорастворимых витаминов. Совершенно бесполезно принимать инкапсулированные жирорастворимые витамины, если у нас в питании жира отсутствует или очень дефицит. Витамины группы В. Они относятся к водорастворимым. И, соответственно, мультивитаминные комплексы тоже оценивались в систематических обзорах. Помогают ли они от чего-нибудь в профилактическом приеме? Так вот, ни отдельно, ни в комбинации, вне зависимости от дозировки, они не предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, не снижают смертность ни в группах риска, ни в сердечно-сосудистых заболеваниях. Почему это подозревали? Потому что, опять же, они снижают достоверно уровень гомоцистеина, который оказывает негативное влияние, с которым связывали патогенез многих сердечно-сосудистых заболеваний. Поскольку в пробирке и на животных было известно, что введение витаминов снижает уровень гомоцистеина, то тогда были проведены вот такие уже исследования на людях. Но конечные точки достигнуты не были, то есть не работает. Поэтому нам для того, чтобы делать выводы, что есть, сколько есть и как, недостаточно сказать, что это повысит какое-то вещество или понизит. Нам нужна конкретно наша конечная точка — это смерть. Либо это позволяет нам прожить дольше, либо не позволяет. Второй момент — это качество жизни. Это насколько хорошо мы проживем, столько, сколько нам отпущено. И получается, что в целом минимальное влияние на артериальное давление по сравнению с другими эффект на развитие инсульта все-таки был. Но он был просто очень слабый. То есть для того, чтобы предотвратить один случай инсульта, нужно было пролечить 143 человека в течение почти 5,5 лет вот этими поливитаминами. На развитие рака тоже не влияют. И, собственно, у нас есть стандарты количества различных витаминов суточные нормы. И я хотела обратить внимание на последний столбик. Это, собственно, токсичность. Вот это достоверные уровни, которые вызывают токсические эффекты. Они есть для аскорбиновой кислоты и для витамина А, для витамина Д и для витамина Е. Это в том случае, если человек здоров. Если человек болен, то эти дозы могут быть скорректированы на меньшие дозы, вызывающие токсический эффект. Хотелось бы при этом сказать, что у нас. Вот у нас данные Росстата 2016 года, которые показали, что наше население принимает витамины в зависимости от уровня образования от практически 19% до 35%. В среднем 26,8% населения тратит средства на прием витаминов по разным поводам. Теперь хотелось бы сказать про источники, про вредную и полезную еду. Как я уже сказала, эти данные достаточно сложно получаемые. Почему? Потому что нам очень трудно выделить влияние только одного фактора. У нас слишком много всего влияет. То есть человек не только ест, но еще имеет вредные привычки, имеет разные физические нагрузки, может проживать в различных климатических условиях, просто идти по улице и подскользнуться, или быть сбитым машиной. Поэтому именно вред пище оценивается только в очень крупных исследованиях на сотнях тысяч людей. Тогда мы этому доверяем. И мы находим только связь. То есть какая-то группа вот этого ела больше, и у них что-то. А почему они ели больше? Причину этой связи, назвать ее причиной следственной мы не можем. Мы просто можем констатировать, что такая связь имеется. И делать на основании этого какие-то рекомендации. Очень долго считалось, что насыщенные жиры — это очень плохо, они вызывают повышение холестерина, и вот эти холестерин-снижающие диеты назначались кардиологами на протяжении десятилетий, потому что считалось, что от животного жира вся беда в нашей жизни. Однако было доказано, что такая ассоциация отсутствует. И, соответственно, они были реабилитированы как причиной сердечно-сосудистых заболеваний. То есть нет связи с ишемической болезнью сердца. А жиры молочных продуктов, если они содержат короткую цепь, то они оказывают протективный эффект. Таким образом, все это повальное увлечение обезжиренными молочными продуктами только лишало тех, кто их употреблял, определенной питательной ценности. Сейчас виновниками многих заболеваний считаются трансжиры. Это когда те самые растительные жиры, которыми пытались заменить животные, гидрируют в промышленных условиях, либо это происходит автоматически при приготовлении пищи. Вот сверху это цис. Простите. Это когда атомы углерода находятся по одну сторону, а транс — это когда они находятся по разные стороны от цепочки. Те, которые цис, считаются хорошими, безопасными, а те, которые транс, — те, которые негативные. Так вот, собственно, в силу просто технологии изготовления, маргарин и все продукты, которые содержат маргарин и другие гидрированные жиры, то есть это мороженое, выпечка, практически вся, которая у нас сейчас встречается, жареные на сливочном или на растительном масле продукты. Сливочное масло содержит какое-то количество трансжиров. Соответственно, в сливочном масле меньше, в маргарине больше, и, соответственно, весь спектр таких продуктов достоверно увеличивают риск как сердечно-сосудистых, так и онкологических заболеваний. Какие у нас еще плохиши среди продуктов? Вот сахар в виде моно- и дисахаридов, то есть это не только тот сахар, который мы покупаем, но и глюкоза, фруктоза, мальтоза и лактоза, он все-таки негативно влияет на здоровье, и конкретно с фруктозой связывают развитие метаболического синдрома и повреждения как печени, так и инсулинорезистентности, то есть именно развитие сахарного диабета у пациентов. Также неалкогольный стеатогепатит. Именно фруктоза, ею дополнительно подслащивают напитки сладкие, но она и в естественном виде содержится во фруктах, и, соответственно, во всех естественных натуральных соках, в том числе во фрешах, она также присутствует автоматически. Поэтому большое количество потребления таких продуктов вредное. Вот, собственно, это систематический обзор, в котором исследовано влияние сахара на смертность, на общую смертность. Соответственно, количество данного продукта здесь по горизонтали, а по вертикали риск смертности. Соответственно, если он больше единицы, то значит продукт повышает смертность. И вот в любых количествах сахар повышается. Соответственно, просто если вы его едите совсем немного, то этот риск минимален. Соль. В этом исследовании соль не использовалась, но вообще она жизненно необходима. То есть вообще не употреблять соль мы не можем. Ее добавляют абсолютно во все продукты, которые мы покупаем в готовом виде. И суточное потребление для здоровых взрослых — это 5-6 грамм в сутки. В меньших количествах человек тоже может начать болеть из-за того, что снижается давление, повышается утомляемость, слабость. А вот при избытке у нас прежде всего это риск повышения артериального давления и, соответственно, всех заболеваний, которые с этим ассоциируются. Но важно не только это, а то, что у нас достоверно центральная часть России, в частности Москва, Московская область — это зоны дефицитные по йоду. И долго-долго думали ассоциации диетологов, эндокринологов в мире, Всемирная организация здравоохранения, каким же образом восполнять дефицит йода, если вы не живете у моря, не питаетесь морепродуктами, если, соответственно, все, включая растения рядом с морем, оно получает йод в больших количествах. И самый дешевый способ, эффективный, оказался юдировать соль. Поэтому в рекомендациях, то есть если вы покупаете соль, надо покупать юдированную. А дальше вот эти вопросы, она должна быть юдирована естественным образом, то есть это должна быть морская соль или она искусственна. Это уже абсолютно вопрос психологический, никаких доказательств не несущий. То есть обычная поваренная соль, которая добывается в наших условиях, дополнительная обогащенная йодом, она вполне покрывает наши потребности в этом микроэлементе дополнительной. И этого достаточно. Но если она долго хранится, то, соответственно, она теряет свои свойства. Нам нужно просто хранить не очень долго. Нам нужно покупать и солить обычную еду. Этого достаточно. Но если не хотите, можно принимать биологически активные добавки, содержащие йод, они стоят существенно дороже. Красное мясо, об этом многие подозревали, но некоторые не хотели верить. И, соответственно, оно сейчас относится к канцерогенам второго порядка, поскольку найдена связь с раком толстой кишки, с раком желудка, особенно хеликобактер, ассоциированным. То есть у людей, у которых уже есть хеликобактерная инфекция, а так получилось, что в России она есть у 88% населения. Соответственно, у 88% населения риск рака желудка тоже повышается. Однако, недавно вышла работа, в которой исследователи почему-то какие-то части исследований отвергли, и они сказали, что нет, красное мясо не вредит здоровью. При этом они пришли практически к тем же выводам, что на такой же процент повышается риск смерти от любых причин, от онкологических заболеваний. Просто они нашли, что эта связь очень слабая, и на это не стоит обращать внимания. Если сравнить вред от курения с эффектом от красного мяса, то это красное мясо практически не влияет на риск онкологических заболеваний, потому что курение перекрывает все. Еще хуже ситуация с переработанным красным мясом. Оно относится к канцерогенам первого порядка и достоверно повышает риск смертности в любых количествах. Просто вопрос, что в маленьких количествах оно повышает его не очень намного. Что, собственно, такое переработанное мясо? Переработанное мясо — это когда глубокая промышленная переработка. На протяжении тысячелетий люди пытались сохранить продукты получше, и для того, чтобы их сохранить, добавляли различные консерванты, ту же самую соль, а также что-то, что улучшает вкус. Поэтому в продуктах глубокой переработки, то есть все, что мы покупаем в готовом виде мясном, кроме самого мяса, там очень много жиров, сахара, соли. И поскольку они проходят многоступенчатую обработку, то витаминов и клетчатки в таких продуктах мало. Если мы говорим, например, о покупных пельменях. То есть это все. Это сосиски, колбаса, пельмени, полуфабрикаты мясные, любое. В итоге эти продукты богаты калориями, то есть вы наедитесь достаточно быстро, но питательная ценность этих продуктов низкая. Яйца. С яйцами выяснилось, что порядка 25 грамм в сутки повышает наши шансы на жизнь, это полезно, но дальше потихонечку кривая растет вверх. И вот начиная где-то с 35 грамм в сутки, начинает вредить. С чем связан этот вред сейчас? Объяснения разумного большого нет. Есть предположение, что это связано с холином желтков, который при ферментации нашими бактериями превращается в токсическое вещество. Но, как мы понимаем, получается, есть безопасные дозы и опасные. Но сейчас большинство ассоциаций рекомендуют 4 яйца в неделю как безопасное питание. Что касается мяса, то его тоже, красное мясо, не считают совсем невозможным продуктом. Просто рекомендуют ограничиваться 50 грамм в день. То есть пару раз в неделю кусочек мяса съесть безопасно. Фрукты. Сначала они снижают риск смерти, начиная с какого-то количества повышают. Исходя из вышесказанного, как вы думаете, почему? Поэтому, в принципе, прекрасно. Но обратите внимание, что повышают они, начиная с дозы 400 грамм в сутки. То есть вообще не каждый человек каждый день съедает больше 400 грамм фруктов. У нас вообще в России не каждый человек вообще фрукты ест ежедневно. Поэтому в наших условиях это практически безопасно. Но в целом нужно сказать, что просто переходить. Есть некоторые просто системы диет, в которых это основа питания. Вот здесь вот эти диеты, следует отнестись к ним критически. Рыба полезна в любых количествах. Но есть некая относительность этих рекомендаций. Получается, как мы будем есть рыбу, и это перебьет вред, например, от красного мяса. То есть если мы будем есть хамон и заедать рыбой, то у нас все будет хорошо. Ну, плюс на минус. Но если мы будем есть много, то мы будем есть много калорий, прибавим в весе, добьемся ожирения. И тогда это отдельная история. Поэтому суперфудов, то есть пищи, которую можно съесть для того, чтобы вылечиться от всего остального, что вы делаете, ее не существует. Овощи. Прекрасно. Вот тоже полезные. Собственно, пунктир — это 95% доверительный интервал. Как вы понимаете, у любых измерений есть определенные границы. Но вы видите, что вот все ниже единицы. Овощи кушать очень хорошо. Это не крахмалистые овощи. То есть наш любимый картофель здесь не подходит. Вот, бобовые тоже прекрасно снижают общую смертность. Цельнозерновые злаки. Здесь опять же в очень больших количествах они начинают выходить больше единицу, потому что цельнозерновые злаки содержат, как и любые злаки, крахмал, которые распадаются до сахаров, моноидисахаридов, которые вредны. Поэтому есть очень много злаков, тоже не полезно. Но очищенные злаки при этом еще менее полезны. Очищенный — это шлифованный рис. Что такое неочищенный? Если вы едите нешлифованный, то есть это гречка, проса, это красный бурый рис. Соответственно, это неочищенные злаки, а наш белый красивый рис — это уже очищенный. Орехи. Прекрасный продукт. И получается доза 15-20 граммов в день. Она влияет положительно. Молочные продукты. Вот здесь понятно, что стакан в день — это однозначно лучше, чем вообще их не употреблять. Но в большом количестве они повышают риск смерти. И вот, собственно, были приблизительно сформулированы на основании этих исследований рекомендации. В мире есть много диетологических ассоциаций, которые рекомендуют приблизительный состав питания, приблизительный рацион, который мы считаем полезным. И вот одним из таких рационов является средиземноморская диета, которая заключается в такой тарелочке. И если перенести это в цифры, то приблизительно половину рациона должны составлять овощи и фрукты, неважно в каком виде, в свежем и приготовленном, и включаться в каждый прием пищи. Соответственно, цельнозерновые злаки, в том числе хлеб цельнозерновой. Ну вот весь хлеб ржаной у нас является цельнозерновым, потому что так по ГОСТу положено, так получается. То есть его не надо, чтобы на нем это было специально написано. Бобовые, орехи, семечки, рыба и морепродукты. И много специй, пряных трав нужны для того, чтобы было вкусно кушать, вне зависимости от того, что туда мало добавляется соли и сахара. То есть компенсируется меньшее потребление соли и сахара. И вот птица, яйца, сыр, молочные продукты едятся ежедневно, но красное мясо и кондитерские изделия только 2-4 раза в месяц. Соответственно, питье, основа — это не сладкие напитки и вода. Там еще есть такое понятие, что алкоголь умеренно и иногда, питание в кругу семьи, соответственно, не спеша и семейные ценности. Ну, конечно, это очень хорошо. Интересно, что когда приезжаешь и наблюдаешь, как питаются люди, которые сейчас живут в районе Средиземного моря, они прекрасно перешли на западную систему питания со всеми хот-догами, со всеми стейками, со всеми большим количеством потребляемого мяса. Глобализация везде. Но просто дело в том, что эта диета достоверно уменьшала количество сердечно-сосудистых заболеваний, которые у нас лидируют по причинам смертности и онкологических заболеваний по сравнению с западноевропейскими странами США и Канадой. А как питаемся в Российской Федерации? Между прочим, у нас Росстат это исследовал. На достаточно большой группе человека и в 2016 году выпустил соответствующий документ. Так вот, у нас на первом месте мясные продукты глубокой переработки. очень много соли, потому что мы едим очень много готовой пищи, а ее всю досаливают. Очень мало едим рыбы и очень много едим сахара. То есть вот сладенькая у нас просто 30 кг сахара в год, рекомендованное годовое потребление 10 кг максимум. Мы едим больше. При этом многие не могут позволить купить ни себе, ни детям фрукты. Это есть малоимущая категория населения. А я хочу напомнить, что при этом все могут себе позволить купить поливитамины. И не употребляют юдированную соль практически. То есть у нас такой традиции нет. Еще один миф – это о том, что все, что мы сейчас покупаем, оно может быть опасным, потому что в нем содержатся различные генномодифицированные продукты и генномодифицированные организмы являются основой, из которой это все готовится. Так вот, это миф. Генномодифицированные организмы не опасны для здоровья, их можно употреблять в пищу, и они способны повышать урожайность любых культур, которые генномодифицируют. И поэтому они решают эти проблемы. Это было доказано в научных исследованиях, когда сравнивали, есть ли эквивалентность, одинаков ли химический состав, морфологический, макро- и микроэлементный состав, содержание питательных веществ и токсичных молекул. Поскольку они одинаковые, то этот принцип эквивалентности позволяет заключить, что они нам не вредят. Собственно, самые распространенные сейчас лидирующие генномодифицированные организмы — это хлопок, кукуруза и соя. Как я уже говорю, сравнивали США, Канаду, Западную Европу и Грецию, и Италию, и показали, что когда выяснилось, что греки и итальянцы здоровее в целом, то это стало поводом приблизительно средневзвешенную средиземноморскую диету рекомендовать Всемирной организации здравоохранения различными диетическими рекомендациями, как просто оптимальный ППО балансу. Для того, чтобы сделать вывод о вреде ГМО, сравнили также страны, в которых эти организмы не запрещены, в которых пища, которая готовит из генномодифицированных продуктов, употребляется уже давно, и мы можем уже делать какие-то выводы, и страны Центральной Европы и Великобритании, нигде их до сих пор не разрешают законодательно. И выяснилось, что нет разницы в смертности и заболевания основными группами онкологических заболеваний, которые эту смертность в основном и повышают. Более того, можно вывести организм, и уже выведен, например, золотой рис, который повышенно содержает определенные микроэлементы, по которым дефицитны страны третьего мира. И в таком случае они могут есть один рис, но при этом восполнять дефицит того же бета-каротина. Как я уже сказала, питания в нашей стране нет смысла добавлять антиоксиданты. А если страны дефицитны по этому продукту, если они только рисом и питаются, то золотой рис помогает решить эту проблему. И есть еще один момент, просто мы говорим, а как же так? Вот наша традиционная селекция. Веками выводили хорошие сорта. Веками выводили хорошие сорта, потому что, да, наблюдали. Помните, такая история, зернышки покрупнее, он их отложил в одну сторону, потом из них вырос, из них тоже зернышки покрупнее, и так получилось. Но это вслепую. А в последнее время уже очень давно селекционеры не могут полагаться, у них нет столько времени и столько ресурсов. Поэтому для того, чтобы вывести какой-то новый сорт, который либо удобнее выращивать, либо он дает большую урожайность, либо какие-то свойства, то специально подвергают семена действию мутагенных факторов. То есть облучают, обрабатывают веществами и получают очень много мутантов. Потом их сажают и наблюдают, у какого из этих мутантов приблизительно есть и свойства, которые нам нужны. Выбирают, но не проверяют на все остальное. Поэтому иногда случаются курьезы. Вот так вывели сорт картофеля специально, который настолько плотно имеет текстуру, что из него очень удобно готовить чипсы. То есть он очень хорошо, аккуратненько режется, из него получаются прекрасные чипсы. Однако через какое-то время появилась статистика людей, получивших тяжелые отравления. Вы, наверное, слышали, что картошка, которая позеленела, ее кушать нельзя. Так вот, дело в том, что это совершенная правда. Это токсичное вещество вызывает рвоту, боли в животе, понос и другие неприятные явления. Но дело в том, что в этом сорте так получилось, что весь картофель содержал это вещество в высоких... То есть гены разные поломались в количествах, но при этом он не выглядел зеленым. То есть внешне он был нормальным. И потом, соответственно, убрали. Поэтому сейчас селекция, она не так органична, как мы это себе представляем. Она очень агрессивна. И поэтому все сорта, которые выведены для промышленных количеств, они проходят такую селекцию. И если, соответственно, накапливается потом по ним некая база о том, что их лучше изъять, они изымаются. И по этой причине у них часто лучше урожайность, меньше они повреждаются вредителями. Но очень часто у них хуже, например, вкусовые свойства. И, соответственно, вот традиционный селекционный продукт, у него не хватает вкусовых свойств. А ген модифицированный, его можно сконструировать. То есть его контролируемо. Мутация в данном случае. И поэтому можно сохранить хорошие качества, при этом добавить устойчивость к различным заболеваниям, урожайность и так далее. Что касается диета. Вообще диета — это специальное питание, которое помогает в лечении болезней. Диета — это всегда ограничение. То есть мы что-то себе говорим, «Ой, вот это вот есть не будем». Я поэтому подчеркиваю, что не для влечения болезней. Поэтому среднеземноморскую диету лучше назвать среднеземноморским рационом, нежели диетой. Если болезней нет, то ограничивать себя вредно. По каким причинам? Когда мы что-то себя долго ограничим, нам начинает этого хотеться. И у нас неизбежно могут срываться, происходить срывы. И для всего нужно какое-то время. Кроме того, мы можем ограничивать себя в каком-то продукте, ограничивать питательную ценность нашей пищи и лишать себя необходимых компонентов. В частности, сейчас у нас есть подмена понятий здоровья и красивое худое тело, например, накаченное тело, если мы говорим уже как про женщин, так и мужчин, можно с точки зрения рисков продолжительности жизни, развития сердечно-сосудистых заболеваний и так далее быть накачанным и худым совершенно не обязательно. Люди с небольшим избыточным массой тела, то есть индекс массы тела больше 25, но не достигшие ожирения, их продолжительность жизни не меньше, чем с теми, у кого индекс массы тела нормальный. И если человек вместо упругой мускулатуры имеет небольшой животик, это чисто косметические вопросы, эстетические, но не вопросы здоровья. Если человек много двигается, то даже у ожиревших людей, у которых нет гиподинамии, сердечно-сосудистые заболевания начинают развиваться не чаще, чем у тех, которые имеют такую же хорошую активность, но не имеют избыточного веса. Поэтому все, что касается сидеть на одной капусте, например, или на одном кефире, или на одном огурце в течение целого дня, то в принципе так можно себе позволить в качестве просто ограничений от переедания, которым мы в основном страдаем. И если очень хочется, то можно контролировать свой вес таким образом. Но это безопасно не более 1-2 дней в неделю. Если это долго, то возникает эффект йо-йо. То есть человек сначала сбрасывает вес и в первую очередь уходит мышечная ткань. А наша мышечная ткань в нашем основном обмене играет очень существенную роль. То есть это то, что тратит энергию. Потом развивается дефицит. Долго сидеть на этом человек не может. И если он похудел быстро за счет очень жестких диет, например, часто эти рекомендации ограничатся 1300 ккл в сутки, например. Неважно, чем вы их наедите, но чтобы очень мало. То есть в принципе сбросить вес можно. Просто это будут сначала мышцы. И когда возникнет срыв, а он возникнет. То есть на этом нельзя находиться всегда. То, во-первых, часто возникает переедание. А во-вторых, даже если переедание не возникает, а человек продолжает просто возвращаться к своему предыдущему рациону, то первое, что наберется, это не мышечная ткань, а жировая. И на каждом следующем этапе, если дальше он будет ужасно переживать, вес будет расти. То есть после каждой диеты неизбежно последует набор веса больше, чем до начала этих экспериментов. Интервальное голодание. То есть предполагается, что если мы не будем есть какое-то количество часов в сутках, тогда мы будем здоровы, счастливы, худы и спортивны. Это не имеет никаких абсолютно доказательств. Есть только момент. То есть как только мы себя как-то начинаем контролировать и ограничивать, то мы можем перестать переедать. Поэтому если очень хочется, то можно. Но при этом работает только дефицит калорий. То есть если вы в течение 8 часов в сутках едите торты, торты и торты, то это не сработает, не похудеете, даже если очень захочется. То есть если дефицит калорий возникает, то диет работает. Если не возникает, то не работает. Популярна сейчас кето-диета, которая должна перезагрузить метаболизм для того, чтобы человек повысил свой метаболизм. И при этом, собственно, используются, у нас ограничиваются углеводы. И энергию человек получает не из глюкозы, а из кетоновых тел, которые образуются при распаде жиров. То есть основа питания, белки, жиры и всё. Эта диета была разработана, и она эффективно опробована у детей с устойчивой к лекарствам эпилепсии. И при этом она применяется ограниченное время, 3 месяца, под контролем врача. Если возникает дефицит веществ, то они восполняются. Вот здесь как раз у нас есть добавки к пище. У нас пища ограничена, и мы должны восполнять дефицит. Как она влияет на здоровье других групп, до сих пор не изучено. Зачем это делать здоровым, тоже непонятно вообще. Прелесть в том, что на высокобелковой, на высокожировой пище человек не испытывает постоянное чувство голода, которое, например, может испытывать человек, который питается только растительной пищей, например, во время поста. Мне ко мне подходил знакомый, который говорит, «Ты не знаешь, как-то я держу пост сейчас, и мне все время живот болит. Я не знаю, может быть, мне чего-то не хватает. Я говорю, а что ты ешь?» Он говорит, «Я ем квашеную капусту, я ем кашу на завтрак, и я ем винегрет на ужин». Я говорю, «Прекрасно». Я говорю, «А белок ты какой ешь?» Он говорит, «Какой белок?» Я говорю, «Прекрасно, давай ты будешь есть бобовые орехи и посмотрим». И у него чувство голода уменьшилось, потому что белковая пища восполняла дефицит энергетический. И вот эти ощущения… Я говорю, «Понимаешь, ты кушаешь, как будто ты ничего не делаешь, никуда не ходишь, работаешь полноценно, тебе просто не хватает, ты просто голодный, поэтому тебе все больно». На самом деле нет, к сожалению, вообще никаких исследований качественных, посвященных эффекту поста на здоровье человека. Ни положительных, ни… Просто мы не знаем. Мы не можем сказать. Но если человек соблюдает какие-то ограничения, то он должен их соблюдать все-таки разумно. На фоне кето-диеты может развиться обезвоживание, повреждение печени, развиться камни в почках и может развиться кетоацидоз, то есть декомпенсация тяжелой у больных сахарным диабетом. Веганство. Это когда они употребляют вообще продукты животного происхождения. Здесь какие ограничения? То есть в принципе в растительной пище белка меньше, чем животные, хотя он есть, а растительный белок в целом хуже усваивается, чем животные в нашем организме. То есть не то, чтобы совсем не усваивается, но хуже. И вот эти как раз растения с большим содержанием белка, их просто очень мало кто у нас употребляет в пищу регулярно. То есть 2-3 раза в день бобовые и орехи у нас мало кто ест. И при этом орехи высококалорийные, то есть если какая-то цель стоит, например, контроля и уменьшения веса, то тогда здесь нужно учитывать большое содержание жира в орехах. И у большинства веганов белка недостаточно, и может быть дефицит незаменимых пищевых веществ, таких как омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Они не витамины, потому что мы не знаем, сколько их надо. И жирорастворимых витаминов, а также витамины В12. Женщины-веганки чаще страдают от анемии, потому что они теряют железо, а поступление железа с растительной пищей меньше. В пожилом возрасте возникает больший риск остеопороза и переломов. Однако есть же культуры, в которых очень много веганов живут так традиционно. Дело в том, что как у нас изначально человек млекопитающий, но после периода грудного вскармливания у многих животных, как и у человека, молоко не усваивается. И только на протяжении эволюции появилась мутация, которая позволила усваивать молоко во взрослом возрасте. Прежде всего, это за счет лактозы, молочного сахара, который расщепляется ферментом лактазы. И у взрослых животных и человека, млекопитающих, была в заводских настройках лактазная недостаточность, но появились мутанты, им это помогло выжить. И постепенно, постепенно, чем севернее, чем западнее, тем больше стало людей, которые молоко прекрасно пьют до старости и переносят. Соответственно, и просто те, кто не мог, у них было меньше шансов выжить. Точно так же в тех зонах, где очень сложно с животной пищей, где распространено именно массовое традиционное вегетарианство, вот те, кто не смогли приспособиться, те не дали потомство. И, соответственно, у них есть генетическая возможность, предрасположенность к такому типу питания. А если у нас люди крайнего севера, которые едят очень много мясной пищи, там у них почти ничего не растет, то они предрасположены, есть много мяса, и они от этого не болеют. Если их целиком растительную пищу пересадить, они болеть начинают. Поэтому здесь вопрос такой, что нельзя делать общие выводы для всех групп населения. Поэтому вегетарианство — это допустимый способ питания взрослых людей. И есть также отдельные ассоциации педиатров, которые разрешают допустимыми такой тип питания и для детей. Но с ними не согласны ассоциации других стран. Однако всё становится сложно во время беременности, потому что женщина должна обеспечить не только себя, но и ребёнка. Потребности возрастают на 30%, и поэтому всё-таки на период беременности желательно, чтобы женщина была не веганкой, а хотя бы ово- или лактовегетарианкой. В том же случае, если это невозможно, в этом случае как раз пищевые добавки, витамины, они становятся возможностью выйти из этой ситуации. Водный режим. Говорят, что нужно пить 2 литра чистой воды в сутки, и при этом должна быть чистая вода, не чай, не всё остальное. Единственное, что нет никакой рациональной почвы под этим утверждением. Изначально эта теория продвигалась теми, кто производит воду в бутылках. Таких исследований не существует. То есть пить надо приблизительно столько, сколько хочется, если нет ограничений, потому что есть заболевания, когда надо пить меньше, чем хочется. И всасывание воды, вода всосётся в нашем организме вне зависимости от того, в составе чего она туда попала. В составе фрукта, в составе овоща, в составе супа, в составе чая или сладкой газировки. Собственно, поэтому диеты всё-таки нужны. Они нужны при имеющейся непереносимости отдельных продуктов. Сейчас тоже набирает обороты течения назначать безлактозную либо аглютеновую диету для того, чтобы лучше себя чувствовать. Так вот, на аглютеновой диете, то есть диеты без определённых злаков, лучше себя чувствуют больные целиакии. Это правда, это единственная возможность этих людей вылечить в принципе. Других возможностей не существует. Но их мало. Они есть, но их мало. А если у человека целиакии нет, если нет аутоиммунного воспаления кишечника на приём злаков, то, собственно, никаких преимуществ эта диета не приносит, при этом она очень затратна. То есть человек просто сужает свои возможности, он меньше продуктов может потреблять, потому что у нас муку пшеничную либо овсяную кладут практически во всё, стандартно. И просто человек почти ничего не может кушать. И аналогично безлактозная диета. Генетические славяне, финно-угры, которые населяли территорию Центральной России, они научились усваивать лактозу хорошо, качественно, почти так же хорошо, как шведы. Но шведы всё равно лучше. Если вы не унаследовали от индейцев вдруг, мало ли, что случилось, или от китайцев, от бурятов, а гены, которые не позволяют вам переносить лактозу, тогда эта диета тоже не нужна. Однако с возрастом у всех активность этого фермента немножечко снижается. Просто в детстве можно много выпить молока и хорошо себя чувствовать. С возрастом эта способность становится меньше. Если так, то нужно просто поставить эксперимент. Вы выпили молоко конкретно, если вы повели дневник, спутил ли у вас живот, развился ли понос. И если да, ограничьте. Есть, конечно, и лактозотолерантный тест. То есть можно выпить меченую лактозу и померить меченый углерод в выдыхаемом воздухе, и тогда вы будете знать прям совсем хорошо, что у вас переносит его лактозу или нет. Но здесь достаточно простого эксперимента на себе. Детокс говорит о том, что у нас есть некие чудесные смеси, чудесные продукты, которые позволяют нам вывести из организма шлаки. То есть, во-первых, наше тело накапливает эти шлаки и токсины. Во-вторых, все наши болезни от этого. И, в-третьих, есть продукты и процедуры, которые позволяют их изгнать. Значит, наше тело накапливает токсины. Как я уже говорила, все, что не произведено в нашем организме, то есть растительная пища, грибы, лекарства, другие вещества, которые могут использоваться для разных целей, как этанол, как никотин, они все являются токсинами, безусловно. Более того, мы постоянно носим в себе огромное количество бактерий, которые выделяют не только то, что нам полезно, но и то, что нам вредно. Но для того, чтобы это не мешало нам жить, во-первых, у нас есть прекрасный барьер желудочно-кишечного тракта, а во-вторых, то, что проходит через этот барьер, а кое-что все-таки проходит. Оно обезвреживается в основном печенью и почкой, не выводится с желчью и дальше с калом или с мочой. Иногда нам помогает также кожа и легкие с выдыхаемым воздухом. Здесь есть некая подмена понятий. Популярная ныне теория дрявого кишечника, как и любой маркетинг, базируется на трех основных постулатах. Мы скажем сначала одно правдивое утверждение, потом полуправдивое утверждение, а потом уже лживое утверждение. Но поскольку правдивое уже было, то таким образом вы сможете продвинуть вашу концепцию. Да, возможно, и при некоторых состояниях это усиливается, нарушается кишечный барьер, нарушается функция печени, как детоксицирующую, либо почек. Это правда. Токсины у нас образуются. Просто мы научились с этим жить за годы эволюции. И большинство людей справляется с этим без всяких дополнительных детокс-продуктов в красивых баночках. Но самое главное не это, а то, что никакой свежевыжатый сок, никакой смузи, никакая клизма не поможет в том случае, если вам не повезло, и у вас развелась кишечная недостаточность, есть и такой термин, почечная или печеночная. То есть при почечной недостаточности вам относительно, более-менее, поможет жить, но не то, чтобы очень комфортно, аппарат искусственной почки либо пересадка почки, а при печеночной аппарат искусственной печени или пересадка печени. А те средства, которые предполагаются в детоксе, не могут решить эту проблему в принципе. Ну и, знаете, как обычно говорю, зато это красиво. Собственно, поскольку этим вопросом очень долго задавались различные ученые, то ассоциация диетологической британских ученых, британская ассоциация диетологов опубликовала письмо в газете Guardian к производителям детокс-продуктов с просьбой дать определение, что они называют шлаки. Потому что у нас ничего нигде не откладывается. То есть ситуация, что мы десятилетиями неправильно питаемся, и вот оно где-то откладывается, а мы это выведем. Вот где откладывается, найти не смогли. Поэтому очень многие токсины и шлаки могут быть выявлены только методами диагностики, которыми пользуются соответствующие организации, которые проводят детокс, которые тоже не имеют никаких научных доказательств. Соответственно, были проведены все данные всех исследований о детоксе, которые были осуществлены. Как я уже говорю, что у нас доказательность утверждения бывает очень низкая, бывает повыше, бывает получше. В счет качественных исследований о том, что это вообще полезно, не существует. Таким образом, такое общее резюме, что здоровому это не нужно, а больному это не поможет. Я хотела еще посмотреть, сколько у нас времени. Одна минута. Сказать про пробиотики. Значит, пробиотики, как я уже сказала, мы живем в большом прекрасном содружестве с нашими бактериями, которые обитают везде. И недостаточная наша способность их культивировать, то есть определить, кто, сколько там живет, давала ограничение наших представлений об этом. То есть у нас было представление, что у нас очень большая часть организма стерильна, а вот какая-то заселена бактериями. В частности, поэтому, например, Мечников, он тоже был гениальным ученым, заслуги которого признаны, и он вошел в историю медицины, биологии соответственно. Но ограничение его знаний в этой области говорили о том, что он считал, что всем нужно удалять толстую кишку, в которой живет бактерия, потому что тогда ничего не будет гнить, и тогда вы будете жить долго. У нас есть достаточно людей, которым удалили толстую кишку по причинам вполне медицинским. У них для этого были медицинские показания. Жить дальше с той кишкой, которая есть, они не могли в силу того, что там либо очень сильно нарушился кишечный барьер, язвенный колит или очень тяжелые онкологические заболевания. Так вот, здоровее по сравнению с теми, у кого она не удалена, такие люди точно не являются. Они могут жить почти нормально, но не лучше. И дальше пошла другая. Когда стали обнаруживать, то тогда пошла идея, что давайте тех, кого у нас больше всего, разделим на плохих и хороших, и будем давать хороших, все получится. Так вот, просто по содержанию этих микроорганизмов. Во-первых, леофилизированные, значит, высушенные и почти неживые. То есть живых не очень много. Содержание в этих тоже биологически активных добавках в пище, которые продаются промышленно, в миллион раз ниже, чем содержание в кишке. Поэтому они просто большой погоды сделать не могут. Здесь тоже есть такая особенность. Но мы можем есть пищу, которая является полезной базой для наших бактерий. Да, вот те же самые молочные продукты, особенно кисломолочные продукты, овощи, фрукты, которые содержат клетчатку. Клетчатка для нас не несет питательной ценности. Мы ее почти не перевариваем. И можно было бы просто выжать сок, попробовать извлечь витамины, калории, и на этом ограничиться. Но наши микрофлори, которые помогают нам жить, которые синтезируют витамины, которые помогают нам бороться с инфекциями, очень нужна вот эта самая клетчатка. Очень. И ферментированные продукты, то есть те, которые уже в них находятся, и микроорганизмы, которые их сбраживают, и, собственно, находят продукты этого брожения. Они тоже помогают. И таким образом, в принципе, мы с помощью хорошо сбалансированного питания можем поддерживать баланс нашей микрофлоры в том состоянии, который позволит нам сохранять здоровье. То есть не то, чтобы пробиотики — это совсем зло, но в тех продуктах, которые стерилизованы и пастеризованы, их просто нет. По объективным причинам. А в тех продуктах, в которых они есть и специально добавлены, их так мало, что сделать что-то радикальное невозможно. Но помочь можно. То есть на какой-то период в приобретенных условиях для ряда пробиотиков какие-то очень слабые доказательства эффективности, но есть. Это все. Спасибо большое за лекцию. Теперь можно перейти к секции вопросов. Пожалуйста, поднимайте руки, я к вам подойду. Вопросы задавать только в микрофон, задавать по одному вопросу. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Когда вы говорили про антиоксиданты, витамин В, говорили про смертность, не совсем понятно, что именно иметь в виду. То есть это синтетические витамины, которые мы принимаем, ведь мы получаем их также из пищи. И как вообще проводились эти исследования, как рассчитывалась смертность? Как я уже сказала, там было вне зависимости от состава и способа производства. То есть, допустим, тот же самый Лайнус Поллинг, он сначала утверждал, что нет разницы, он был химиком, нет разницы между натуральным и химически синтезированным витамином С. Он принимал химически синтезированный и считал, что это спасет его, продлит его жизнь. Что касается антиоксидантов, то, как я уже говорю, бета-каротин его не синтезирует, его получают из продуктов питания, которые окрашены. То есть, там тыква, морковка, манго, вот все, что такого цвета, там содержится бета-каротин оттуда, они получаются, вне зависимости от способа производства. То есть, это как из растительного сырья, так и из животного сырья, потому что есть данные про рыбий жир, например, который содержит витамин А в том числе. Так и для химически синтезированных тоже. То есть, просто получилось, что общая смертность, она повышается, как я уже говорю, не разы, но она все-таки выше. Поэтому для антиоксидантов было показано, что с большой осторожностью не рассматривать их как безопасные, рассматривать их как лекарства. И для каждого лекарства есть свои показания. Если есть показания, если есть дефицит витаминов, их надо назначать, они не увеличат вам смертность. А бездумно уже невозможно. То есть, сейчас назначение строго по показаниям приема по показаниям жиростворимых витаминов и бета-каротина. Витамин А, витамин Е. Хотя совсем недавно. Совсем недавно. Это обзор 2016 года. После чего в 2017 году появились соответствующие рекомендации. Витамин Е считался возможным средством для лечения метаболического синдрома неалкогольной болезни печени. Его пробовали там. И в гинекологии был большой искус применения. Сейчас все эти исследования свернуты. Нет рекомендаций приема витамина Е в профилактических и лечебных целях, кроме конкретно дефицита этого витамина. Они жирорастворимые. Водорастворимые В, А, Е, К и Д жирорастворимые. Опасность в большей степени связана с жирорастворимыми, потому что водорастворимые у нас достаточно легко выводятся. А жирорастворимые у нас депонируются. В частности, витамин А в печени. Нам их сложнее вывести, если их нам не надо. То есть витамин С вы впрок наесть не сможете. Он у вас свыше 3 грамм в сутки обязательно распадется. То есть вы его туда, она оттуда. Просто в процессе своего распада, в частности, он распадается до щавелевой кислоты, и оксалаты могут откладываться, давая камни в почках. Но, собственно, как таковой аскорбиновой кислоты свыше определенного момента вы не получите. А для жирорастворимых это не работает. Они накапливаются в больших количествах, если их принимать. Такой вопрос насчет трансжиров. Они, по идее, в принципе, жиры у нас полинасыщенные используются при синтезе клеток, клеточных мембран. Соответственно, встраивание трансжиров должно дестабилизировать их, увеличивать повреждения ДНК при делении. Почему так не происходит? Нет, почему? Трансжиры вредны. ЦИС-жиры не вредны, а трансжиры. Я как раз сказала, что вред трансжиров. То есть, если раньше считалось, что вредный насыщенный жир животного происхождения, то сейчас вредным считается не животный жир насыщенный, который называется три глицеридами жирных кислот, а трансжиры, которые образуются из вроде бы всегда нам рекомендованного растительного масла. И даже были рекомендации, давайте заменим маргарином и спредом сливочное масло и сделаем наших людей здоровее, защитим от инфаркта. Нет. Маргарин хуже, чем насыщенный жир из сливочного масла. Хотя немножко трансжиров в сливочном масле тоже есть. Трансжиры вредны. Просто и вред их доказан. Но сейчас вроде как есть методы по изменению конфигурации трансжиров в Европе и в Америке уже вроде как некоторые компании их используют. Это помогает хоть как-то? Не совсем понятно, зачем их вообще употреблять в пищу. То есть, в принципе, основная идея производства трансжиров вообще производства то, чтобы сделать из дешевого растительного сырья что-то, что по вкусу своим свойствам будет напоминать сливочное масло, которое дорогое. То есть, в частности, во время войны то есть, у нас основное применение маргарина произошло на снабжении армии во Вторую мировую. То есть, маргарин позволил, в конце концов, кушать более-менее вкусно. И, соответственно, это замена дорогому продукту сливочному маслу в выпечке и так далее. Вы же можете печь на этом. Это раз. А второе — это то, что происходит непроизвольно, когда жарите. Вот этот процесс, когда вы что-то жарите на масле, особенно много раз, особенно картофель фри, любой фри, неважно что. Картофель фри просто распространен. Они образуются просто из-за высоких температур. У них часть ненасыщенных жирных кислот гидрируется, становится трансжирами. Это неконтролируемо. Если обязательно надо есть маргарин, я просто пока не вижу зачем. Просто для того, чтобы пища была дешевле, например. Можно попробовать есть тот маргарин, в котором трансжиров меньше, а цис-жиров больше. Просто пока я не уверена, что цель будет достигнута. То есть цель была сделать пищу дешевле. Растительное сырье дешевое, сливочное масло дорого. Спасибо огромное за такую полезную лекцию. Хотела спросить, в чем вред белково-жировой диеты, особенно для пожилых женщин после 60 лет? Белково-жировая диета, она, соответственно, во-первых, не обеспечивает вам тем, что мы получаем из растительной пищи. С растительной пищей мы получаем те балластные вещества, ту клетчатку, которая кормит наших бактерий, о которой я говорила в связи с пробиотиками. Пребиотиками является пребиотиком. Это то, на чем существуют наши бактерии. Во-вторых, соответственно, у нас есть витамины, которые мы извлекаем из животной пищи, есть те, которые из растительной. И был разговор, что если наш рацион нормальный, то есть у нас есть сейчас овощи круглый год, можно их есть и фрукты тоже, а не только в период созревания. Можно в период созревания их заморозить и есть потом без всяких ограничений. Есть те, которые полежали, в них просто меньше содержания витаминов. Если вы растительную пищу не едите, то те витамины, которые содержатся преимущественно в растительной пище, вне зависимости от того, это ребенок или женщина пожилого возраста, не поступят. Соответственно, здесь происходит обеднение питательной ценности рациона в целом. И в-третьих, у нас есть, допустим, камни в почках, они в зависимости от сбоя, они бывают разного состава. У одних, чем больше аскорбиновой кислоты содержится в пище, тем больше у них риск образования камней в почках, потому что они образуются из оксалатов. А у других, например, другая поломка, и у них образуются тоже камни, только ураты, которые образуются из белковых продуктов. Соответственно, в одном случае будет вреднее это, и нужно ограничивать одно, или не злоупотреблять в другом это. Есть подагры, при которой в принципе, есть порфирии, при которых вообще очень тяжело с белковым питанием. Но это изначально не очень здоровые люди. А для изначально здоровых людей любые ограничения питания, то есть нужно тогда восполнять дефицитом. Но вы столько целлюлезы не наедите, сколько есть в овощах и фруктах, это просто очень сложно. И невкусно. Добрый вечер, спасибо большое за лекцию. Вы упомянули о том, что вред ГМО – это миф, и не стоит этому доверять, но также существует другой распространенный миф, или это может быть не миф, по поводу добавок Е. Можете вкратце рассказать, то есть стоит ли бояться, или это все тоже более-менее безопасно? Что касается добавок Е, то дело в том, что это в принципе все, что можно добавить, вне зависимости от того, какое это имеет происхождение, естественное или искусственное. В частности, я просто сейчас не готова вам говорить с конкретными цифрами при этих Е. То есть хлорофилл, который добывается из зеленых фруктов и овощей, это тоже один из Е. То есть вообще вот все. И поэтому есть те Е, которые действительно нужно ограничиваться и следить, сколько их у вас в течение дня вы их получаете, а есть те, которые можно не обращать на них внимания. Есть прекрасная лекция, конкретно на эту тему. Я, может быть, не будучи знакомой с некоторыми популяризаторами, с большим удовольствием смотрела и читала их лекции и книжки и с удовольствием опираясь на их тезисы и свою лекцию тоже строила. В частности, вот конкретно по поводу Е можно посмотреть Асю Казанцеву и Алексею Водовозову, просто есть конкретные лекции, поврежденные. То есть если просто взять яблоко, состав яблока, там порядка 20 компонентов, которые будут в каждом яблоке, которые соответствуют этой номенклатуре Е в обычном яблоке, не генномодифицированном, органическом любом. То есть здесь вопрос, что это не надо демонизировать. Но нетрузамины, например, которые тоже относятся к Е, и которыми богато наше переработанное мясо, достоверно это плохо, и это увеличивает риск онкологических заболеваний. Поэтому не все Е одинаковы. А глутамат натрия? А, глутамат натрия безопасен. То есть, скажем так, нет доказательств, что он вреден. Если вы будете питаться только глутаматом натрия, вам тоже будет нехорошо. То есть у нас нет продуктов, которые вылечат нас от всего. Суперфудов их тоже, к сожалению, не существует. Было бы так хорошо. Но нет. Но если сам по себе глутамат натрия, это тоже миф. Вред, точнее, от добавления глутамата натрия. Но если очень много, то там тоже могут быть проблемы. Он же не один ходит. Он обычно с солью вместе. У нас есть время на один маленький вопрос. Спасибо большое за лекцию. Было очень интересно. У меня такой вопрос. Можете, пожалуйста, перечислить, какие основные комбинации продуктов одновременно есть нежелательно? Например, ни для кого не секрет, что если есть маринованные окурцы и запивать сладким чаем, то, скорее всего, заболеет живот. Что-то такое. Нет, значит, вот это вот неизвестно, неизвестно почему. Да, то есть я всю свою жизнь ела огурцы с молоком, запивала соленые огурцы сладким чаем. У меня не было никаких проблем с этим. Здесь вопрос индивидуальной переносимости. Нет, была замечательная... Пригодилась шпаргалка. В 1928 году некий натуропард Герберт Шелтон предложил вообще теорию раздельного питания, как раз-таки основанную на том, что когда мы едим смеси продуктов, это плохо, и нам нужно обязательно делать только разрешенные комбинации для того, чтобы быть здоровыми. Просто, в принципе, сама по себе система пищеварения на какие компартменты только для такой пищи, только для такой не делится. То есть если вы просто съедите любой готовый продукт, например, кусок хлеба, там будет и жир, там будет и белок, там будут и углеводы. Просто чего-то там больше, чем в другом продукте, а чего-то меньше. В куске мяса углеводы тоже будут. Просто это животного происхождения, например, оно сладковатое на вкус, если вы просто определите, какое-то количество глюкозы тоже содержится. Поэтому именно про правильные и неправильные сочетания здесь, к сожалению, нет никакой научно обоснованной базы. Но есть просто то, что одни люди лучше переносят, другие хуже. Я могу сказать, что хуже всего, когда вы просто съедаете за один раз очень много всего. АПЛОДИСМЕНТЫ